МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Земельный скандал в поселке Кулайвир. Жители рискуют остаться без молока и молочной продукции. Надо, чтобы водопой был вот здесь, на этой плотине, на ближней плотине. Зачем там перепахали, на каком основании? Кто перепахал, почему? Никогда не было перепахано. Это уже в мае месяце 31 год тут живу. В Карагандинской области в 2016 году полностью будет закрыта потребность строительства больниц. С семейным врачебным амбулаториям, значит, на сегодняшний день никаких проблем и вопросов нет. Ни с финансированием, ни по качеству, ни по срокам, получается. Проблем не будет. Как набрать высший балл на Янте? И где можно купить шпаргалки? Обо всем более подробно. Жители поселка Кулайвир Абайского района могут остаться без молока. Удои с каждым днем становится все меньше. С такими жалобами к нам в редакцию обратились сельчане. Они обвиняют в такой ситуации местные исполнительные органы, которые запретили выпуск скота в степи, где есть вода. А между тем, молочная продукция – единственный доход многих жителей, среди которых есть и пенсионеры. Все подробности у нашего корреспондента Айи Мамриной. Вот у меня было какого числа? Год 22-го 18 литров было. Потом было 17,6. Потом уже 17,4. 15,1. Вчера было 11,3. Валентина Ларионова живет в поселке Кулайгир 35 лет. Раньше она работала зоотехником. Пенсионерка знает о скотине все. Даже на заслуженном отдыхе она ведет учет молока, получаемый от двух коров. В последнее время удой уменьшился в два раза. Причина – изменение места выпаса скота. Территорию, где скотину пасли раньше, вспахал арендодатель. К слову, впервые за многие годы. И до 10-го года вот эти земли использовались мамалиновыми. Фернки хозяйством шло. Теперь стадо не имеет доступа к водоему. Результат – измученные жаждой коровы. А новое место для выпаса, которое определил Акимат, никуда не годится. Небольшой родник не может удовлетворить жажду 400 голов. Здесь поить скот нельзя. И здесь никогда вообще воды не было. Стояла стоянка, но скот поили из скважины. Коры-то были, качали навоз, трансформатор стоял, здесь было электричество. А это не выход. Это не выход, чтобы сюда гонять, поить наш скот частый. Здесь воды не хватит же? Да какая вода вообще? Воды нету. Это лужа. Сейчас коровы поселка Кулайгер пасутся на земле, где нет абсолютно воды. Жители не верят обещаниям Акимата о расчистке новых родников. С их слов, скоро коровы перестанут приносить удой. А это повлечет к большим убыткам. Жалобы жителей поддерживает и местный пастух. С его слов, ввести скот на водопой к небольшому роднику – гиблое дело. Воды не хватит. К тому же там уже пасутся лошади, из-за чего в селе идет раздор между владельцами коров и лошадей. Вы должны скот держать, а мы, совхозные люди, не должны лошадей держать. Держите! Между тем в Акимате поясняют, никто сельчан с пастбищ не гонит. Просто арендатор земли вдруг вспомнил, что он должен обрабатывать землю. Сейчас предприниматель уже вспахал территорию, по которой раньше стадо добиралось до водопоя. Поэтому людям нужно искать другие места. Сейчас есть талые воды, которыми сейчас, в данное время, он поет, это общественное стадо. Но оно уже к числу 10 июня, оно закончится, естественно, на улице Жара такая достойно. Есть у нас места, места, вернее, те, которые… родниковая вода идет. Предлагаю я всем нашим жителям, которые выгоняют свое поголовье, организовать субботник. И технику мы найдем, и открыть хотя бы вот эти вот родники. Также, по словам чиновников, в селе есть и другие места для водопоя. Только вот, чтобы добраться до этих мест, скотине придется преодолеть дополнительно 15-20 километров. Хотя по норме выпас должен осуществляться не дальше, чем в 10 километрах от населенного пункта. Проблема о двух концах, над решением которой жителям Якимату придется еще немало потрудиться. Аймамрина Исламбекоспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В 2016 году на строительство 36 социально значимых объектов по Карагандинской области выделено 10,4 миллиарда тенге, что полностью закроет потребность по области в строительстве объектов здравоохранения и общеобразовательных школ. В ходе совещания первый заместитель Акима области Особик Дюсибаев отметил, что введением в эксплуатацию четырех школ в текущем году и одной школой в 2017 году будет полностью решена проблема трехсменного обучения и аварийности школ. В последующие годы акцент будет сделан на ремонт и материально-техническое оснащение школ. По направлению развития образования предусмотрено завершение строительства двух школ в селе имени Жумажаново Жанаркинского района на 150 мест и в селе Курма Абайского района на 320 мест. Также строительство одного детского сада на 320 мест в городе Жисказган. Строительство постройки в школе-интернат для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Караганды. По программе «Надлужал» на общую сумму 3,8 млрд. тенге реализуется строительство двух школ в городе Сапаев на 600 мест в городе Караганды на 1200 мест, а также один детский сад на 320 мест в микро- районе Киндала города Караганды. Строительные монтажные работы на всех трех объектах ведутся согласно утвержденному графику. Строительство детского сада и школы в микро- районе Киндала города Караганды планируется завершить в июле месяце текущего года. Водку статуса школы в городе Сапаев планируется в августе 2016 года. Кроме того, в начале июня текущего года будут подведены итоги конкурса. Есть заключен договор на завершение строительства школы-интерната для детей с нарушением зрения на 250 мест в городе Караганде с общей смертной стоимостью 1,5 млрд. тенге. Объект, переходящий на 2017 год. Всего на данные цели в текущем году из национального фонда было выделено 600 млн. тенге. По направлению развития здравоохранения выделены средства в сумме 5 млрд. 195,3 млн. тенге на строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в Караганде. К тому же в области ведется строительство 27 семейно-врачебных амбулаторий. Они снимут проблему медицинских услуг на селе. Первый заместитель Акима области отметил, что все построенные СВА будут оснащены современным оборудованием. В последующие годы работа будет направлена на ремонт и обновление. На сегодняшний день никаких проблем и вопросов нет. Ни с финансированием, ни по качеству, ни по срокам. Получается, проблем не будет. Первые 16 сдадите до конца июня, остальные до августа месяца. В принципе, досрочно получается, до конца года. В этом году же поручение стоит. Поэтому хорошее дело в целом выделено около 3 миллиардов тенге. Очень большой объем. Массово, так скажем. По итогам совещания Сулбек Дюсибаев дал соответствующие поручения по ведению надлежащего контроля за ходом и качеством строительства социально значимых объектов. А также поручил организовать работу по своевременному вводу в эксплуатацию социальных объектов Карагандинской области. А сердце Замбаева Александр Цирикидзе – первый карагандинский. В преддверии ЕНТ в Караганде вырос спрос на шпаргалки. Если раньше выпускники ухитряли сделать шпаргалки вручную, то сейчас их можно купить по интернету. Достаточно лишь вбить в поисковик слово «шпаргалки к ЕНТ» и перед школьником выплывет множество предложений. Цены тоже везде разные. Воспользуется ли такой незаконной помощью? Выпускники одной из элитных гимназий города узнавали наши корреспонденты. Хайрат Кубеков – выпускник 11 класса гимназии номер 92. Юноша вместе с одноклассниками уже приступил к интенсивной подготовке к ЕНТ. Видоиспытания осталось всего пять дней. Начались бессонные ночи и зубрежка. На пробных тестах он набирал 110 баллов. На основном тестировании хочет побить этот рекорд. Юноша выбрал физику и мечтает стать электроэнергетиком. Вообще у меня склонность к математике. С пятого класса я уже участвую по математике во всех олимпиадах, в городских, в областных олимпиадах участвую. И после этого решил выбрать физику. Хайрат уверен в своих силах. А вот остальные выпускники, видимо, не очень. Многие из них не отказались бы от помощи шпаргалок. Но сказать это открыто стесняются. Ни для кого не секрет, что ЕНТ – огромный стресс. Тому подтверждение большое количество объявлений о продаже шпаргалок в интернете. Цены на них сейчас растут, как на дрожжах. Связаться с продавцами можно через соцсети. Перечислив деньги, вы получаете готовые ответы. Правда, насколько грамотно они составлены, никто не знает. По гимназии у нас 35 выпускников. Из них три освобождены от сдачи ЕНТ из-за побед в различных олимпиадах. Остальные устили наготовиться. Подготовка к ЕНТ должна быть постоянной. Ее мы начали еще в прошлом году. Если ученик упорно готовится, то шпаргалки ему не нужны. Специалисты департамента за контролем в сфере образования предупреждают. Проносить на ЕНТ шпаргалки бесполезно. То же самое и с телефонами. В аудиториях есть глушители сотовой связи. Выпускников на тестировании сопровождают даже в туалет. К слову, в текущем году по области насчитываются около 7 тысяч выпускников. К ЕНТ допущено всего 68%. То есть всего около 5 тысяч школьников. Остальные будут сдавать экзамены в школах. Первое тестирование – 3 июня. А имам Ринаулжас Габасов, Александр Цирикиця, Первый Карагандинский. Сейчас прервемся на короткую рекламу, а после мы продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краш происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует Высокопрочные окна торговой марки Galvin И противовзломную фурнитуру Фарнакс, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Студенты Карагандинского государственного технического университета посетили автодорожные строительные участки. Изучив все сложности и тонкости работы, учащиеся также ознакомились с инновационными способами строительства автодорог, познакомились с методами контроля качества работы и узнали, как применять строительный материал. Принимая во внимание значительную протяженность дорог общего пользования Казахстана, а также большой спектр задач, стоящих перед дорожниками, Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан считает, что требуется срочная подготовка кадров в автодорожную отрасль. В настоящее время, с учетом масштабности реализуемых автодорожных проектов, в стране по программе Нурлыжол требуются квалифицированные и опытные специалисты-дорожники. На сегодняшний день акционерное общество «Национальная компания КазАвтожол» активизировало профориентационную работу среди школьников, студентов колледжей и вузов. Показать мы сегодня показали, производственную базу показали, вот как выпускаются и как изготавливаются дорожно-строительные материалы. Посмотрели сегодня, как ложится асфальтобетонное покрытие, посмотрели, как выполняются работы по устройству подстилающего слоя. Естественно, самый пик, если так можно назвать, это бетонное покрытие, поскольку это первые ласточки у нас, значит, на территории Карагандинской области. Из 93 километров, минус 27, это получается 66 километров у нас будет в цементобетонном покрытии. Поэтому студенты, я думаю, под впечатлением остались, это убедено. Студенты КРГТО обучаются по специальности транспортное строительство автомобильных дорог. Они неоднократно убеждались, что профессия сложная и требует большой практики. Изучив все необходимые предметы по теории, незамедлительно нужно приступить к практике, ведь только так они могут ощутить все плюсы и минусы своей будущей профессии. Такие выезды на участки строительства необходимы студентам для закрепления теоретической части обучения. Они, конечно, при ведении дисциплины, они легче воспринимают материал, который мы им преподносим, который мы изучаем. Они непосредственно изучают технологию строительства автомобильных дорог, методы проектирования автомобильных дорог, современные методы расчета дорожных одежд. Сегодня мы побывали на участках строительства, на объектах укладки цементобетонного покрытия, на возведении земляного полотна, на возведении искусственных сооружений. Студенты ознакомились с инновационными технологиями, а также обсудили вопросы прохождения производственных практик и возможности трудоустройства молодых специалистов. А сердце Замбаева, Жуксулык Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Выпускница Назарбаев интеллектуальной школы города Караганды получила полный грант в Принстонском университете. Принкеттен университет – это одно из восьми учебных заведений, входящие в Лигу Плюща. Выпускница Айжана Хмеджанова теперь уже говорит с облегчением о всех этапах поступления. За плечами девушки ряд иностранных экзаменов, и все были пройдены успешно. Школьница упорно шла к своей цели, несмотря ни на что. Как уверяет Айжан, большую поддержку оказали преподаватели школы. Учителя неоднократно отправляли рекомендательные письма в Принстонский университет, которые сыграли свою важную роль. Сама выпускница НИШ химико-биологического направления призналась, что всегда мечтала учиться в США. Девушка будет обучаться по специальности градостроительной инженерии. А вот что думает Айжана Хмеджанова о планах на будущее. После окончания университета я бы хотела получить магистрскую и докторскую степени, и после этого начать работу. Конечно, я не знаю, как сложится жизненное обстоятельство. Строение вашей мечты какого? Строение моей мечты это что-то вроде небольшой деревни, которая будет в Казахстане, и которая будет работать на возобновляемых источниках энергии, которые, как бы сказать, подходят именно нашему климату, подходят именно нашей стране. То есть, скажем, если геотермальные источники воды у нас не имеют очень большой потенциал, особенно здесь и на севере, то, возможно, стоит отойти от них и, наоборот, взять что-то, что больше подходит нашему климату. И лично я вижу это так. Я вижу такую мини-деревню, которая действительно, как бы сказать, органично сочетается с окружающей средой и не обредит ей, но живет в гармонии с ней. К другим новостям. В Караганде прошел областной конкурс «Лучшая медицинская сестра года», где представительницы среднего медицинского звена из 13 районов региона показали свои теоретические и практические способности. Участие в конкурсе является стимулом для дальнейшего профессионального совершенствования. Улучшение здоровья населения – это одна из главных задач государства. В этом направлении ведется большая работа. Одна из них – подготовка средних медицинских работников. Ежегодная практика проведения профессиональных конкурсов на звание «Лучший по профессии» инициирована Управлением здравоохранения Карагандинской области, Общественным объединением Шарапат, Медицинским колледжем Караганды и Профсоюзом медицинских работников области. Конкурс состоит из трех этапов. Это самопрезентация участников, теоретический тур и решение ситуационных задач с выполнением практических манипуляций. Первую тур проводили мы до 7 мая, до 12 мая провели на конкурс. Это проводилось в каждом лечебном учреждении, в каждом ПМСП и сегодня завершающее. Целью конкурса является расширение сферы профессионального сотрудничества, повышение конкурентоспособности средних медработников и престижа их профессии. В рамках состязания чествовали заслуженных работников сестринского звена лечебно-профилактических организаций города и области. Впервые, кто получил первые три места, будем выделять путевки, на руки будем сегодня выручать, в Финляндию на учебу, недельную учебу под названием «Инновационная технология медицины». А все остальные 13 участников тоже получат бесплатную путевку для совершения своих знаний у нас в медицинском колледже на факультете повышения квалификации. Проведение таких конкурсов – это не только высокая честь для специалистов со средним медицинским образованием и свидетельства признания заслуг, но и великолепная школа передового опыта современных идей и разработок. По итогам конкурса первое место заняла Острейка Марина, медсестра номер первой городской больницы. На втором месте оказалась сотрудница областного онкодиспансера Вяткина Светлана и на третьем – медицинская сестра областного центра крови Мехрим Баратова. Гульнур Жакен, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Карагандинская областная мечеть совместно с корпоративным фондом ЗИКЕД Духовного управления мусульман Казахстана провела благотворительную акцию. Вырученные средства пойдут на гуманитарную и финансовую поддержку нуждающимся. Благотворительная акция, которая проводится впервые, приурочена к Дню защиты детей. Она нацелена на помощь малоимущим семьям, детям, оставшимся без попечения родителей и детям-инвалидам. Распределение вырученных средств осуществляется по поданным в областную мечеть заявлением. В настоящий день у нас в мечети где-то около 150 заявлений от малоимущих семей, от детей-сирот и инвалидов. Я думаю, в дальнейшем, если эта акция пройдет очень хорошо и достанутся нормальные средства, которые распределятся этим семьям, эта акция найдет дальше свое продолжение. На благотворительной ярмарке были представлены лечебные продукты, одежда и не только. На территории областной мечети были организованы спортивные состязания, по окончанию которых участникам были вручены грамоты и ценные призы. Хорошее мероприятие. Человек может сам подойти, что-нибудь купить, себе пользу принести, еще другим людям тоже пользу принести. Организаторы благородной акции призывают всех меценатов, индивидуальных предпринимателей нашей области оказать содействие и протянуть руку помощи нуждающимся. Гульнур Жакен, Исламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Салбонгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова